Дубай, Прага, Москва. Теперь совершать рейсы в эти города из Саратова будет новый самолет фирмы Embraer. Как уверяют сотрудники авиакомпании, он намного комфортабельнее привычных всем Як-42, а также экономичнее в обслуживании. Наш корреспондент Елена Макарова, одну из первых, увидела на Саратовском аэродроме самолет бразильского производства. Эти желтые железные птицы, новые самолеты Embraer 195 уже совершили посадку на саратовской земле. Современный и намного удобный Embraer произведены в Бразилии. Sarato Firelands первая российская компания, которая будет эксплуатировать самолеты такого типа. Размах крыла авиалайнера почти 30 метров. Поднимается 28-тонный воздушный корабль на высоту 12 тысяч метров. В этом году разгоняется самолет до 900 км в час, поэтому, чтобы саратовцам слетать в Москву, теперь понадобится час 15. А чтобы совершить перелет за границу, скажем, в Дубай, потребуется не более 4 часов. Перед вами современнейший самолет, мировая практика авиации Embraer 195, был закуплен компанией саратской авиалинией, потому что, наверное, одна из немногих моделей, которая может приземлиться здесь, в аэропорту города Саратова. Ширина салона около 3 метров. В отличие от Яков, здесь установлено не 3, а 2 кресла в каждом ряду. Всего их 114. Ну, а столики здесь разбираются, как во всех современных самолетах. Кабина пилотов в Embraer тоже современная. Кстати, здесь помимо приборов есть специальные дисплеи, по которым можно отследить движение полета. Если конкретно о пилотах, то они прошли специальную переподготовку за границей. Эдуард, вот скажите, имея 20-летний стаж полета на Яках, да, как сложно было переучиваться? Конечно, сложно. Техника новая, зарубежная. Вот у нас третий член экипажа, который знает все и все умеет. Это за двигателем сходить. Два километра 200 метров. Такова длина взлетно-посадочной полосы в Саратовском аэропорту. Принимать самолеты типа Боинг здесь, к сожалению, невозможно. А стоимость обслуживания Як-42 растет с каждым днем. Низкие затраты на топливо сделали Embraer удобным для эксплуатации. Поэтому уже скоро, кроме Москвы, Праги и Дубая, саратовцы смогут летать самолетами в Барселону, Салонике и Тель-Авив. Елена Макаровна, Данила Головатенко, Вести, Саратов.